Управление неявными процессами При этом дает технологию, каким образом в условиях управления учитывать эти неявные процессы Или обращать их, предположим, на пользу Или делать так, чтобы данный, например, какой-то выявленный неявный процесс Был бы непроблемен для управленцев То есть в данном случае я показываю технику первичное выявление такого процесса Затем в момент выявления сразу же совершения управляющего действия Далее это уже использование некой ситуации вообще в мире С точки зрения того, что оптика неявного процесса, она рассеянная оптика И поэтому конфигурация управления во всем мире Это умение выделить структуру точного свечения Создать оптическое свечение, создать точку опорного действия И с учетом этого действия реализовывать управление в событийном плане При всем при этом в управлении неявными процессами Существует такая позиция, что ваша позиция с вашим изначальным действием Часто и, как правило, является управляющим действием И, собственно говоря, по большому счету процесс, который неявный Он, по сути, в современном веке, по крайней мере, и в будущем тем более Особого значения все-таки не имеет С точки зрения влияния на процесс вашего действия Поэтому, если неявный процесс как-то проявляется То перед вами в большей степени стоит задача создания информации во всем мире, как правило И как только вы создаете информацию для всего мира То ваши события, именно в оптическом выражении Они, значит, приобретают уже определенный контур То есть определенную систему связи и так далее При этом, при всем, здесь надо, опять же, учитывать Причем так конкретно и выражено, что Ваша собственная позиция, ваше собственное управление Это всегда процесс явный И если процесс неявный, он радикально повлиять не может На вас и на ваше управление То есть вот я специально показываю эти позиции Чтобы сразу же обратить внимание Что ничего не может реального С точки зрения неявных процессов Значит, вывести управленца, например Ну, далеко от области управления При этом, при всем, может быть так Что процесс, который, собственно говоря, является неявным Он таким образом, как бы, визуализируется Что он просто является, ну, как бы, противодействующим процессом То есть если вы выявляете в оптическом уровне Свою линию поведения Эта линия достаточно четко выражена в оптике То процесс противодействующий Он должен иногда обладать, как бы, да Признаками неявности Хотя бы, чтобы подобраться к вашей информации И затем начинать, например, противодействие Поэтому здесь Это уже другой вопрос Это, как бы, система Когда данному процессу, значит Как-то присваиваются свойства невидимости, да Поэтому это уже все-таки процесс явный И направленный, например, там, ну На смещение, там, например, там, ваших событий, да Поэтому здесь очень четко нужно выявить Следующую, как бы, систему Ну, распределения, как бы, в аксимистическом уровне Что неявный процесс, который направлен против ваших действий Это уже, это значит, явный процесс В определенной степени, да Просто он, может быть, невидимый Из-за свойств приближения и влияния на ваши события Неявный процесс, который не произошел вообще, да То есть он никак не визуализируется Этот вопрос, собственно говоря, достаточно прост Потому что здесь либо он происходит, если вы делаете управление Либо он не происходит То есть, ну, он неявный в данный момент Потому что нет признаков событий данного процесса И процесс неявный, если он, ну, скажем так Фундаментально, как бы, неявный То есть, имеется в виду, что С точки зрения организации мира Данный процесс не проявлен в виде какого-либо изначального действия И тогда, если, ну, скажем, личность имеет признак данного процесса То личность может его использовать, да Либо в каких-то там, ну, например, негативных целях Либо, наоборот, в целях там, там, созидательных, да Поэтому получается, что, когда мы говорим о явном или неявном уровне То здесь совершенно четко определено, что Личность, которая хотела бы использовать неявные признаки Например, в негативном плане Все равно имеет достаточно серьезные ограничения В плане распространенности действия и пролонгированности То есть они могут действовать, значит, локально Не могут охватить всю реальность, потому что они же неявны Они как бы не проявлены, значит, их не видно, да А контуры управления, они же чем-то должны действовать Следовательно, получается, что их контуры, конечно, всегда минимизированы И с этой точки зрения, если мы там начинаем рассматривать Ну, простую позицию, почему там добрый, да, уровень Позитивный уровень управления всегда побеждает Потому что в случае приближения неких неявных областей Которые содержат отрицательный фрагмент управления Где спектр, ну, как бы, невидимости, да, или незаметности Он создается искусственно, то всегда область локализируется Приблизиться к области управления С точки зрения созидания всегда процесс явный Потому что созидательный уровень, он достаточно открыт И идут системы бесконечных связей В то время как система отрицательного плана Она, как бы, локализованная, на самом деле, система И получается, что при выявлении первичной фазы управления То есть первичного точного свечения, о котором я сказал Мы, вообще говоря, в первую очередь Нейтрализуем какие-то неблагоприятные, неявные процессы Потому что мы создаем свою область А локальная точная область имеет всегда, с точки зрения Бога Одни и те же координаты, кстати И получается, что идет сразу же отражение возможного неявного действия То есть человек, в принципе, если равно отрицательный Человек все время фактически создает систему Очень конкретной защиты своих действий Первичным импульсом восприятия То есть восприятие, это раскрытие некой сферы, шара Где в точном уровне всегда идет противодействие Некой неявной величине И если это неявная величина, как бы отрицательная Мы говорим о противодействии И в принципе, ну, с точки зрения вообще логики Здесь получается, что любой неявный процесс Он, конечно, нуждается в контроле Потому что здесь, как бы, как он разовьется Если он неявный, значит, координаты не выявлены до конца, предположим Но есть признаки процесса Свойства координат данного процесса может быть неизвестны Поэтому в любом случае нужно уметь слушать неявные процессы То есть так же, как вы работаете, предположим, слухом Обычный слух восприятия, предположим, физическим слухом Здесь есть такая величина Ну, например, там идет сход лавины где-то Есть предлавинный уровень То есть когда человек, ну, там, ясновиднее начинает звук слышать Но это звук будущих процессов Что вот гул, да, лавины При условии, что там нет проблем И просто она сходит, не причиняя каких-то проблем Или там, не нанося каких-то там проблемных действий То звук один Звук достаточно чистый То есть хотя лавина в будущем Но звук имеет некую мелодичность Если может быть влияние, то начинает возрастать дискретность Так вот, дискретность, то есть переход уровня управления в текущее время Это есть переход, где неявный процесс Всегда можно сделать явным То есть мы, значит, должны слушать Выявляя нехарактерные системы В слуховом, как бы, восприятии реальности То есть здесь желательно тренировать Вот эту функцию фактически слуха Ну, такого скрытого слуха, скажем, да Не физического слуха, информационного слуха То есть вы слышите как будто бы ушами фактически Но при этом слышите информационный фон Кстати, так можно слушать музыку Причем любую на любом расстоянии и так далее Речь и так далее И просто в отличие от процессов там Речь слышать просто на любом расстоянии Потому что это речь Выявленный процесс Можно там слышать мышление, да, и так далее Но именно слышать мышление Можно его понимать, можно видеть Можно там читать, например, да Как говорят Если только человеку надо помочь То есть мышление вторгаться Нельзя, если это не связано с помощью человека Или если человек не агрессивен То он, о Богом, абсолютно защищен От вторжения в мышление Его собственное Но агрессивности, они, конечно, проявлены И можно сразу определять, о чем речь И когда мы, например, говорим о том, что неявный процесс Это есть процесс, все-таки обладающий Как бы неопределенными свойствами То величина некой такой, что ли, системы агрессивного действия Это есть как бы логически допустимая величина То есть мы берем и критериально, как некий маркерс Считаем, что в логическом варианте То есть логика так распределяет управление Что возможно некое отрицательное действие Тогда вот эта маркировка Она, в принципе, любой неявный процесс Делает, вообще говоря, строго явным Но в определенном, как бы, геометрическом выражении То есть слух Например, вы тренируете слух А тренировка слуха Это можно просто тренировать цифровыми рядами Что значит ряд? Берете там ряд цифр Один, два, три, предположим И, в принципе, если их просто друг от друга, например Так мысленно, значит, ну, как бы ударить Физически, да То получается, что мы можем ударить один О-два И получится, как бы, три звука Ну, то есть можем тренировать слух Путем неких, ну, как бы, искусственных действий В системе управления И тройка должна излучать, в принципе, тот же самый звук Потому что соприкосновение систем в системе общих связей Дает однотипную реакцию Также, если мы, например, делаем два действия Направленных на, или там, бесконечное количество действий В одном управлении Можно и так, кстати, заложить вот в этой лекции Надо обратить внимание, что в одно действие Можно заложить смысл бесконечного количества действий Мы просто считаем, что в этом уровне бесконечное количество действий Но как только они переходят в локальную точную область То мы получаем, что ваше действие всегда имеет большую, как бы, энергоемкость По отношению к любому неявному процессу И поэтому фоном, оттесняющим некую неявную систему В план, опять, управления, создания, создательной реальности Является большое количество действий Ведь если количество действий очень большое То получается, что где место тогда неявного процесса Вы, как бы, полнотой мира Значит, вытесняете любые неявные системы Но для этого нужно очень много наработать Так вот, если рассмотреть с точки зрения этой конструкции То неявный процесс, это то, что существует возле физического тела человека Чтобы определить, значит, ну, причем в определенной плоскости существует Значит, с точки зрения логики, да, возле тела, ну, например, там Это процессы выявленные, которые управляющие, ну, например, невидимые физическим зрением Но, видимые, там, управляющим ясновением, но, или духовным видим В данном случае, чтобы выявить неявный процесс Значит, нужно обязательно рассматривать все-таки физическое тело человека То есть, основным признаком выявления неявности Некого такого непонятного, что ли, действия, да, сразу непонятного Или, возможно, агрессивного Является первый фактор Найдите физическое тело человека в области возможного проявления Самый простой вариант — обратить внимание на себя То есть, ну, вспомнить, скажем, себя там, да, просто представить И сразу ясна область локализации Откуда возможно неявное действие Ведь, в принципе, с точки зрения логики Например, там, если человек должен быть защищен от какого-то случайного процесса Он должен все контролировать Если возле него, например, да, появляется признак неявного действия Или, там, какие-то микросистемы Которые, возможно, там имеют вред, да, определенный То тогда получается, что он вынужден эту область сделать явной То есть, более расширенной, более конкретной Сопоставимой с его уровнем управления Но так как человек должен в любой системе быть живым-здоровым Жить вечно То он должен любую систему управления неявного типа Значит, выводить в систему своего управления Где он обязательно справляется То есть, делает ту систему позитивной Учитывая, что у человека существуют другие задачи Что существуют явно там негативные какие-то действия И существуют просто задачи, где он должен работать, да Совершать действия со своей стороны То получается, что человек здесь в параметрах действия Почему-то я говорю, что неявные процессы Желательно выявлять, да Все-таки быстрые, с точки зрения перспективного развития И если они могут быть проявлены в перспективе Потому что любые действия, там даже противоположные действия Или потенциальные действия Это все-таки проявленные системы Они как бы в системе информации Просто имеют оптическое выражение И достаточно просто контролируются А если процесс неявный То получается, что значит, вот задача выявления Это специальная нагрузка То человек должен принимать постоянно бесконечное количество решений В этой области Чтобы заблокировать как бы вход неявного процесса Да, в свою область информации То есть функция сознания у человека работает В этой локальной области Которая сдерживает некий неявный процесс Как генератор бесконечного количества информации Это все-таки нужно иметь определенную привычку Чтобы такую нагрузку тянуть И поэтому получается, что чтобы нагрузочная область Не была как бы по времени надолго развита Нужно этот процесс приводить в контролируемую форму Для этого область бесконечного количества решений Переводится в область перспективных событий То есть делается так, что все равно задача одна Для любого процесса, явного или неявного Все участники этого процесса должны жить вечно Создательно, счастливо То есть конструкция весьма понятна В связи с этим представители неявного области То ли это события, или это люди и так далее Они должны быть в информации Таким образом расположены в вашем управлении Что ваше управление, ваша верхняя плоскость Закрывает их область Но это как раз таки макроспасение То есть это спасение всех, включая их Они попадают в эту среду и визуализируются То есть в системе макроспасения Они очень четко проявляются тогда Потому что на них светит конкретная луча Мы в области явных процессов Сразу выявляем, как только ставим такую задачу И обратите внимание, если человек имеет какие-то проблемы со здоровьем И начинает анализировать, откуда вообще появилась проблема То с точки зрения действия, сама болезнь, как информация Ну вот есть здоровый человек Человек ходит, например, вполне здоров, радуется Понятие ходит, он имеется в виду много смыслов Он ходит в магазин, он ходит как человек просто здоровый Ходит, то есть он здоров То есть двигается, он здоров То есть движение там, да, вечное движение Но ведь здесь тоже бесконечное действие В разуме движения заложен бесконечный спектр То есть он излучает бесконечное количество связей В этом плане по отношению к неявному миру Откуда берется гравитация с этой точки зрения Что все излучают определенные координаты И возникает система гравитационного уровня взаимодействия Можно даже вычислить и повлиять на гравитацию Если мы просто проследим системы взаимосвязей Каким образом здесь, например, один элемент Связан просто с другим Это как некие заворачивающиеся крючки То есть идет луч от одного человека по отношению к другому И, значит, если мы хотим создать какую-то систему гравитации в этом месте То мы должны создать в точке сопреставления бесконечное количество решений Как делает Бог Он создает бесконечное количество областей, которые генерируют информацию И они складываются в определенные конструкции, но точные Как он делает точность этих конструкций Он берет просто неявные процессы вытесняют, например, в сторону духовного действия То есть в сторону познания Он дает им знание А в логике, например, возникает явный процесс Проявленная материя и так далее То есть здесь можно сделать то же самое Эти системы вывести на уровень более глубокого творческого познания, реальность То есть их определить на уровень, например, созидательно-позитивной жизни Тогда они проявляются как действующие лица То есть они попадают под... Не то, что попадают, они как бы избирают управление Тогда уже там на уровне макродействия И начинают проявляться Так вот, здесь основная все-таки задача Как только они начинают втягиваться как бы в это управление Все равно, если это люди, например То все равно стоит задача дальнейшего уровня их образования С точки зрения как бы реального, да? Участия в процессе То есть это действие, результат, контроль действия и так далее И исходя из этого Получается, что если говорить о воспитательной работе вообще в мире С точки зрения образовательной конструкции Или воспитания, значит, в условиях, что могут быть разные люди Разные системы действия, да? И считать, что вот, значит, неявный процесс Где может выплыть, вообще говоря, любая система Либо отрицательная, либо там она, наоборот, положительная, да? Но предполагаем, предположим, что отрицательная Потому что положительные системы, они часто заведомо правильны Хотя, возможно, что в неявном уровне содержится положительный ракурс И потому что неявный уровень есть, мы имеем следующий приоритет То есть такие связи тоже надо иметь в виду То есть это как некая помощь, да? На данном уровне Ведь будущее многопараметрическое Чтобы нам подготовиться к точной системе координатной своего будущего Мы должны получить область неявной информации Иначе, да, на чем держится будущее Но это системный уровень Это уровень системного фундаментального плана будущего Лучше, если будущее не имеет неявных областей Как бы таких вот жестко проявленных, да? Таким образом, чтобы неявную область определить Нужно, значит, действовать духовно По возможности нужно воспринимать душой Значит, действие в бесконечно отдаленном будущем То есть когда душа в бесконечном будущем смотрит на процесс Он, этот процесс визуализируется здесь как неявный То есть мы получаем в чистом виде визуализацию То есть восприятие неявной области Как только мы это получаем Мы начинаем тогда смотреть вообще для чего это нужно, да? Например, чтобы излечить человека от заболевания Нужен неявный вход болезни, там, в его организм Как я объяснил, вот он, ой, здоровый И вдруг возле него возникает какая-то информация Которая влияет на тело физическое Но это же информация То есть если рассматривать человека как автономную систему Да, материальную систему в том числе То получается это вход некой информации Которая влияет, да, например, там, на внутренний орган Или же это некое отрицательное там сумыслом действие Построенное незаметно для человека Потому что он пропустил данное действие Значит, получается, человек должен, как бы, контролировать Целой контур входа С точки зрения отсутствия неявных процессов негативного толка Да, существуют неявные процессы, в принципе, какого-то нейтрального толка Предположим, в бесконечном будущем какое-то событие не произойдет Ну и не произойдет, но и не надо, значит, да? То есть там нету, как бы, никакого отрицательного смысла Значит, потому что, как бы, придумывать событие, которое не нужно Его можно, в принципе, придумать, тогда оно произойдет Это, как бы, контролированный процесс в любом случае Но если с точки зрения, предположим, именно воздействия на человека Да, именно, как бы, отрицательного воздействия Получается, что здесь нужно контролировать область входа То есть область формирования, область приближения неявных процессов Как они выглядят, то есть признак, например Какой возникает в волновом варианте То есть, получается, что Чтобы процесс был невидимый, да? Он должен, как бы, сливаться с уровнем внешней среды То есть он, как бы, должен ее подменять на какое-то время И тогда, получается, что тонкий вход в систему управления Ну, значит, который существует у человека И очень незаметный импульс до входа Который берет, ну, как на видеоизображение Меняет реальную картину и ставит Ну, иногда, там, в детективах используется, там, камеры Меняет, ставит изображение, как будто бы там ничего не происходит И видеокамера показывает, как бы, статик Ну, примерно похожий процесс Значит, следовательно, определено одно свойство неявных процессов Это тонкая, ну, чрезмерно тонкая На общем фоне информационных потоков Область, да? Тоненькая область, которая должна обязательно входить в систему управления Как бы на время подменять уровень доступа Чтобы такое существовать Человек же Богом создан абсолютно, на самом деле, неприкосновенным По большому счету Следовательно, где-то, с точки зрения Бога Человек должен допускать По своей свободе воли Он должен допустить такой вход, да? И здесь возникает уже система контакта человека И его уровень личного восприятия Вот здесь вот возникает уровень дифференцирования И информирования человека Он должен лично понимать Что является допуском Значит, ну, естественным, да? То есть, невредным, например А где он сам разрешает осуществить допуск к себе Зачем тогда он это разрешает делать? Потому что человек, в принципе Вот Бога, по большому счету Он контролирует все системы И зачем он позволяет, например, входить И, например, осуществиться некой болезнью, да? Осуществиться некому воздействию там Или позволяет сделать так Чтобы какое-то событие не осуществилось Хорошее для него В чем логика этого человека? С точки зрения Бога Бог захотел, он и сделал Почему происходят отличия? И в созидательном плане тем более И тогда получается, что Дело в том, что вот как раз Сказал такую фразу, что Здесь отрицательного плана для Бога не существует А человек, то есть он всегда делает Только созидательное, макросозидательное Человек воспринимает отрицательные системы И вот если он эти системы Оставляет как системы возможные, да? То есть он с ними не борется Вот первый уровень, по которому он открывает к себе доступ То есть он не борется, он соглашается Значит он открывает к себе доступ Вот почему система макроспасения Там, да? Система именно управления через макроспасение Это как раз система, которая позволяет доступ, в принципе Ну, как бы закрыть отрицательное По сути, это как инструмент данного, вот в методе работает И мы получаем, что для того, чтобы вылечить человека Метод, сразу получаем метод лечения Что достаточно просмотреть, проанализировать Где и когда человек, ну, если там управляем ясновидением Или духовным видением Когда и когда у него не было времени там На что-то обратить внимание, да? Он что-то опустил и посчитал, что Ну, такое существует, ну, как бы и пусть, да? Ну, что он может, типа, сделать дальше? Наверное, даже так Вот почему, кстати, я говорю, что управляем мы все процессы Абсолютно, действительно так Потому что, если мы допускаем, что какой-то процесс не управляем Тогда действительно люди могут сказать А, при чем здесь мы, да? Тогда, значит, получается, мы такого не можем Технологически позволить, что человек чего-то не может Значит, он должен обязательно уметь контролировать любой процесс Идеологически уже даже Чтобы метод вообще работал сам по себе Именно эффективно, да? Сразу срабатывал Потому что метод, в принципе, может работать на фразе даже Но именно был отработан весь цикл С первичным пониманием и окончанием логического действия То есть, ведь точность отработки метода Это все-таки одна из компонентов Это логическая система начала действия Действия и окончания осуществившегося именно нормально, да? Созидательно, как это и хотелось в цели управления Как полагалось С макроспасением И при этом каждый элемент должен быть управляем Даже элемент духовного действия И вот когда вы начинаете контролировать, например, там Уровни духовного действия То вы очень просто видите, как вообще дух решает эти проблемы Ваш собственный дух Дух постоянно сталкивает с системой неявных областей Потому что там сверхскорости происходит, да? В его контактном уровне Там полет творчества Где вообще здесь явность какая-то там Творчество и раз моментально какой-то уровень И здесь главное показать, что явность в том, что дух видит Бога часто И получается там совершенно все явно с одной стороны Со стороны как бы здравой логики То есть именно логики духа, так скажем Поэтому для определенных уровней там ничего нет Там все заполнено Но логически, когда мы видим свет движения духа Именно свет И в данном случае речь идет об оптической фазе движения духа Мы говорим о том, что он соприкосновение с массой областей Которые для нас вот в логическом плане восприятия Вот мы смотрим за собственным духом Вот идет движение там каких-то серебристых там областей Могут быть в принципе разные цвета Но как правило кроме темных Вот дух проявлен светлыми уровнями И когда вы опознаете Вот соприкосновение это же в общем-то не явно область Высокие скорости На логике осознать эти скорости Можно взять эту область и проявить там Две-три секунды уйдет там Но это уже время В то время как надо воспринимать в реальном времени все И мы же где-то воспринимаем в реальном времени Все равно у нас всегда есть точная информация о происходящем Значит получается в данном случае это в душе В душе, которая одновременно с духом Постоянно работает над тем Чтобы неявные системы не визуализировались Ну как бы в отрицательном плане Но опять же формируется восприятие Которое моментально огораживается от неких отрицательных неявных систем И получается что основная проблема цифилизации в данном случае Когда неявная система незаметно реализует какие-то отрицательные действия Ведь если мы исключаем такой вариант То все проявлено Ясно что не будет там войны и так далее Но если мы сохраняем хотя бы один элемент входа То получается что мы допускаем вероятность негативного действия Тогда получается что мы должны Во-первых уметь преодолевать любую систему Даже самую там тонкую Ну например там Значит надо мураша спасти Чтоб там его Ну там капля дождя не залила Например чисто теоретическая или там практическая модель Если человек прошел там И не обращал внимания Но почему-то у него же возникла мысль Что надо именно этого мураша спасти Потому что в этот момент он получает от Бога все технологии Бог как действует Он дает значит человеку Но получить знания можно везде Иногда в этой капле В отражении Значит и тогда ясно что любое действие явное Он шел и он обратил внимание на ту тонкость Которая в принципе не является как бы выпуклой системой реальности Ну вот в буддизме отражены в древних философиях Такие системы управления Как-то они вот там затрагиваются В данном случае я говорю о том Что в прикладном аспекте надо уметь выделить сегмент Где неявных процессов нет Именно в духовном восприятии В духовном творчестве Вот есть творчество духа по отношению к душе Как только вы попадаете в эту систему Любое заболевание практически излечивается сразу Но это надо настроиться Как настраивается уровень Ну там скажем так Очень сложной системы Когда идет взаимодействие сложных систем Когда например будущая информация Которая идет к вам управляема То есть вы управляете будущим Тогда да Моментально вы можете очень быстро Возникает вопрос излечивать быстро Или там быстро совершать события Возникает вопрос Как вообще вы тогда передаете Почему существует время лечения Или там время достижения Потому что это передача знаний Если вы синхронизируете свои знания За знанием человека И он в макро уровень выводит управление Примерно как бы с вашей же скоростью То действительно излечение происходит практически моментально То есть он понял и передал всем Точно так же делается Кстати и Бог по отношению к тому Что часто там оздоравливается от инфекций Ну каких-то даже припозных Не суть важна Часто и сложных систем Много людей То есть здесь именно этот фактор проявляет Что один понял передам другому И возникает эффект совместного действия Так вот неявный процесс Также вводится из управления Если есть коллективное творчество То есть почему-то я все время часто говорю Что через систему коллективного сознания Если формируется, например, больше людей Что воскрешение это то действие Которое доступно всем, например, да Что человек просто даже обязан воскрешать и так далее Значит, то эта система постепенно Значит, начинает выдавливать Тем более такие системы, как болезни Потому что логически понятно Если человек воскрешает То вообще при чем здесь болезнь, да Как бы логика срабатывает Хотя, ну, в принципе, это как бы не связанные понятия Но тем не менее Вот логика более фундаментальную Как бы более, что ли, усложненного, как считается, процесса Значит, она превалирует Хотя, в принципе, в системе информации В истории развития информации Это процесс действительно не связан Потому что человек, который не умирает Он не должен умирать Основная задача это неумирание Он может решать разные проблемы Разные задачи И он вообще никогда не должен приближаться К понятию там Вот именно другого плана Он должен не умирать Но он должен, значит, жить счастливо и вечно Другие вопросы, как бы Это вообще другая волосинформация Но тем не менее Логика, как бы, перебрасывает Вот человека На уровень такого сопоставления Бывает так Это не часто, видимо Но такое возможно, да Следовательно, в логике существуют Факторы переброса Знаний, как бы И сопоставления Тех, что элементов Что логика придает Свойства определенных, что ли, систем Ну, как бы Здесь получается таким образом Что через логику Именно придается качество С точки зрения, как бы, самого человека То есть человек, в принципе Видит отражение своего мышления И вот когда вы начинаете Это понимать, значит То вы очень четко визуализируете Любой сверхтонкий Там, например, да Социальный или там Локальный процесс То есть вы очень четко Начинаете видеть, что вот Вам нужно там возглавить Большое количество людей Которые несут свет, да В общество там В вечную жизнь Тогда получается, что Достаточно четко понять Как происходит мышление У одного человека И тогда, в принципе Здесь мы имеем практически Все системы действия для других То есть достаточно четко Передать знания Одному человеку Который находится Как бы на равных Среди других И все Но часто это обратно Здесь Человек сам должен четко понять Вот достаточно ему понять И за ним идут люди Да? Он должен тогда четко Увидеть всю систему связи То есть там не должно быть Неявных областей Получается Модель должна быть Четко отработана Сконфигурировано Ну некий там план Скажем Но не в плане там Планово расписанного А где участвует сердце То есть вы смотрите И видите, что сердце Участник или создатель Данной информации Ваше сердце Это вот Это есть точно В данном случае Сердце Сердечная деятельность То есть действие от сердца Это точность И в связи с этим Ну если посмотреть на Лидеров Управленцев Которые Санимаются В социальном уровне В политическом У них действие сердца Очень развитая система И как бы Может быть они об этом Не задумываются Или как бы Просто работают больше По каким-то определенным Своим уровнем управления Но тем не менее Со стороны наблюдателя Это видно, что Концентрация действия сердца Увеличивается В удельном объеме информации То есть если взять информацию От нуля до единицы Ось как бы разрисовать И в условиях действия Именно лидера Так скажем Видно, что в некоторых позициях Там 90% работы Это информация Действия сердца То есть Получается, что Есть системы Да? В человеке Которые могут Отличаться от фонного уровня Ведь носитель Неявного уровня Это тоже может быть человек И мы должны его Уметь распознать Да? Ну как бы Как распознать злой умысел Там Скажем Некое воздействие На ядерную бомбу Да? Или возможно Если готовится Некий вариант Политический По типу войны Да? Такой спровоцированной Там вне власти Вне народа Путем типа переводов Их-нибудь И некий злой умысел Некое неявное действие Вот как можно его определить? А достаточно выявить По проекции Что есть органы Спасение мира В неявных направлениях То есть в неявной области Уровень чувства Уровень души Духа Это одно пространство Вот в чем преимущество Тогда возникает Ну как бы Противодействие Да? Управленца Что раз неявная власть Он у себя формирует Тоже В действии Доступа Тоже неявную систему Он свою конструкцию Кроит в неявном пространстве И тогда получается Что он Может увеличивать Количество Как бы Концентрируемой энергии Или там действия По противодействию Неким явным процессам Те кто Скажем Ну этим там Занимается Или предполагает Тогда они Вынуждены проявляться В мире все так устроено Чем мы Больше концентрируем Возможность действия На уровне там Логики Мышления Тем Меньше остается Места Для того Чтобы им же действовать Как бы на уровне Технологии То есть мы технологии Дальнейшие Прерываем Отрицательного плана И люди Как бы попадают Мы их вытесняем Если это люди Например Или там Может быть это Какие-то события Технологии Вытесняем В уровень Позитивного толка То есть Они как бы Попадают все время В уровень Что есть созидание Они как бы Не могут Опять вернуться Потому что мы Наращиваем систему Управления Внутри области То есть Неявная область Получается она Одна С той же Вернее перспективного Управления И чем больше Наработаем мы Тем меньше Как бы Будет Антисозидание Скажем И получается Что в принципе Остановить Реактор Там Ядерный взрыв В принципе Достаточно просто Достаточно только Лишь Конкретной Технологии С той же Вернее данного Подхода Именно Управления Явными Процессами По моему Учению О Боге Так же Как делает Бог Всего лишь Тавсего Не дать Место Вообще Ну просто Взорваться То есть Вот физически Видеть Эту картинку И вытеснять Ее своим Управлением И все Главное В этой системе Стабилизировать Чтобы На первую Попавшую Плоскость Физическую Вы Там Как бы Сконцентрировали Управление Не обязательно Даже там Плоскость Значит Как таковая В физическом мире Да Может быть Физическая плоскость Но представляемая Вот Плоскостной Эффект Он сразу же Сводит Все процессы В проекционную Систему В восприятии Логического Чего То есть Работает Логика Очень четко В логике Если на пуст То это просто Проекция Проекция уже Не имеет той силы Да И проекционная Система Это только Лишь Как бы Такая Система Собственно говоря Следственного действия По ней можно Вычислить процесс Но ясно Что Уже У вас есть время Что уже Человек Не пострадал Потому что Он имеет дело С проекцией А ведь Значит Нам важно Всегда иметь Время Да Всегда Иметь Время Для Действия И Вот Это Очень Мощная Система Плоскостная То есть Выявление Явных Процессов Нельзя Постараться Нужно Не Выводить На Сферическую Систему Потому что Да Они Как бы Уплывают Там И приходится Как бы Ловить Информацию Именно Проекционной Системы И кстати Явные Процессы Больше Как Плоскостные Идут То есть Они Как бы На уровне Информации Приближаются Как Некая Плоская Волна Которая Как бы Отражает Ваше Собственное Восприятие В Многомерном Уровне То есть Они Многомерную Систему Просто Меняют Плоскостная Вот Этот Датчик Это Видеокамера Которая Играет Роль Реального Изображения В том Случа Который Я привел Как Пример И Как Б Получается Что Тогда Для Человека В принципе Чтобы Сделать Просто Придать Ему Форму Ну Как Мысленно Как Бо Пальцем Прогнуть И Все Как Только Форма Это Сразу Что Это Искажение Это Нереальность Тогда Все Человек Попадает В свою Зону Контроля В свою Область Контроля Где Многомерный Мир Это И есть Реальный Уровень Управления То Если Вот Например Говорят А Где Есть Управление Есть Мышление Есть Желание В чем Разница Управления Прямого Влияния На Реальность От Состояния Вышления Разных Состояний Получается Что Здесь Как Разница В том Что Управленец Должен Иметь Процесс В уровне Все Полного Контроля Реально Полного Контроля То Так Бог Он Вообще Все Контролирует Сполна Везде Полностью То Надо Уметь Приближаться К этому Понятию И Все Таки На Уровне Духа Находиться В системе Все Таки Полного Контроля Реально Полного Контроля Тогда Получается Признак Этих Неявных Процессов То есть Неявные Процессы Они Как Некие Сферы Которые Пытаются Продавливать События Но Никак Не Могут Естественно Этого Сделать Потому Что Дух Дает Постоянно Более Насыщенную Конструкцию Управления То есть Чем больше События Дух Дает Более Насыщенную Картину Управления И Кстати Почему События В мире Все время Увеличивается Чтобы Вытеснить Неявные Уровни Тем Более Контролируемая Система Развития Человечества Возникает Почему Нужны Быстродействующие Системы Логические С одной Стороны Могут быть Кибер Системы Которые Проблемные С другой Стороны Цивилизация Вынуждена Увеличить Скорости Потому что Мы тогда Вытесняем Неявные Области С той С той Серьезной Логики Понятно Микропроцессор Больше контролирует Программные Средства И меньше Возможности Что Из-за Технических Проблем Начнется Ядерная Война Не связана Даже С человеком То есть Техника Может Расработать Неправильно Значит Мы вынуждены Вылечивать Ресурс Логически С той Серьезной Информации Это совпадает Сейчас Показал Область Развития Информации Как Такого Управляющей Уровень Который Знает Любой Человек Кстати Вот Этот Уровень Знает Любой Человек Которому Я Рассказывал А Если Его Спроецировать На Плату Микропроцессор Значит Любой Человек В принципе Может Плату Представить И Значенную Может Ее Продиагностировать Правильно Она Работает Или Нет Ну Может Необязательно Именно Плату Какую-то Техническую Систему Ну В принципе Хотя бы Организм Какую-то Ситуацию События И так Далее То есть С точки С точки С точки С точки С точки С точки Бога Бог Открыто Показывает Человеку Что Делать Пути Всегда Открыты Поэтому Человек Просто Попадает В свою Систему Действия И Он Вправе Выбирает Либо Он Идет По Ней Но Когда Путь Слишком Открыт Он Думает Ну Неужели Это Все Так Просто Например Значит Такое Тоже Бывает Тогда Получается Надо Опять Переходить На Логику Да Если Просто Но Это Правильно Значит Надо Идти Туда Не Всегда Путь Это И Сопротивление А В Случае Неявный Процесс Работает На Нас То Какие Колеса Не Изнашиваются Если Они Неявные Такая Абстрактная Модель То Если Представить Что Есть Некая Там Повозка Тачанка Или Там Имеется Ввиду Просто Я Всегда Здесь Хочу Сложить Образ Больше Как бы Некой Лошади Возможной Что Ну Лошади То Нет Но А нам Ехать Все Надо В русских Народных Сказах Они Ездят Сани Все Самостоятельно Ну Не Только В русских Народных Сказах В Разных Значит Получается Что Задача Движения Даже Если Нет Как бы Средств Это Задача Значит Действия Идущие От Неявной Области Вот Чтобы Попасть С одной Позиции В другую Нам Достаточно Неявную Область Делать Областью Конечной Цели Вот Вместо Того Чтобы Долго Ехать Через Какое-то Поле Достаточно Взять Выявить Неявную Область И сказать Поле Вот Здесь Поле Появляется Это Ну Как Б Вот Значит Уровень Свообразной Визуализации Событий Если Мы Хотим Создать Событие То Проще Делать Из Области Где Нет Вообще Никаких Событий Тогда Нам Не Надо Думать Долго Взяли И Назначили Событие Оно Реализовалось Это Мощнейший Уровень Управления То Если Неявный Уровень Приближается К вам То По Отношению К вам Он Абсолютно В принципе Открыт Потому что В любой Точке Его Управления Вы Можете Назначить Свою Область Следовательно Неявная Область Она Не Такая Что Может Быть Агрессивная То То Мы Преуменьшаем Одну Из Позиции Неявной Области Говорим О том Что Да Области Которые Неслышные Которые Незаметно Подбираются И так Дали Они Конечно Могут Быть Неприятно Но Реальных Проблем Они Принести Получают Что В общем То Не Могут В Перспективе Почему Человек Может Жить Вечно Потому что Исходя Из этой Философии Вообще Это Технология Не Просто Философия Значит Мы Вполне Можем Назначать Заведомо Неявной Области Какие-то Нужные Нам Признаки То Мы Например Ставим В управление Ну Как Работает Сейчас В любой школе Там Учат Основу Программирования Что В условиях Действия Некого Множества Некой Системы Мы Ставим Что Должна Быть Еда Должно Быть Хорошее Здоровье Должно Быть Счастье Вечная Жизнь Низка Позиции И берем Этот уровень Все время Запоминаем Ориентируемся На Можно Так На развитие Созидательного Всех Фундаментальных Религий Фундаментальных Концессий То Как можно больше информации Констрируем Привязываемся К каким-то Известным Понятиям Какие-то Общечеловеческие Ценности Вводим В систему Управления И все Любая Неявная Область Моментально Блокируется На уровне Подхода Потому что Мы Фактически Ее Маркируем Сначала Потом Придаем И свойства Этой Системы Которая Перед Собой Как Некий Щит Стоит Например Как Можно Пахать Землю Более Активно Можно Сделать Ее Рыхло Можно После Дождя А Можно Просто Наточить Плуг И Получается Что Мы В данном Случае Точим Плуг Фактически Но Чтобы Была Хорошая Пшеница Мы Должны Еще Подумать Как Плуг Фой В землю С точки Зрения Неразрушения Возникает Такая Задача Как Сделать Так Чтобы Действие Плуга Было Неразрушающим Это Разрешение Разрезания Плуг Значит И Поэтому Все Зависит От Восприятия Другой Системы Так Мы Можем Передавать Образование Через Свои Очень Конкретные Системы Действия Когда Другая Система Значит Не Воспринимает Действие Как Агрессивное И Здесь Мы Получаем Ответ Как Вообще Перевоспитывать Такие Системы Делать Позитивными Достаточно Чтобы Сама Система Признала Наше Действие Созидательным По Отношению К Себе Значит Когда Мы Закладываем Такую Систему В Управление Кстати На самом деле Это Мощнейшая Система Образования Которая Позволяет Действовать В тех Случаях Когда Образование Считается Невозможным Значит Люди Например Спят Люди Имеют Другую Точку Зрения Тоже Кстати Один из Признаков Неявных Процессов То есть Он Как не спрекция С области Вашего Управления Значит Его Как можно Научить Сказать Что Поставить Задачу Понятно Макроспасение Логическая Задача А если Он Находится В другой Стране Или Он Там Спит Или Вообще Занят Другим Делом Тогда Получается Что Передача Знаний Это Формирование Опять Той В принципе Неявной Области Через Которую Человек Конфигурирует Свои События То есть Мы создаем Область Фактически Перед ним Как одна Из технологий Он В этой Области Все время Попадает На вашу Информацию Макроспасение Например Чтобы В данной Человек Распространять Интенсивно Мое Учение Я Значит Тогда Должен Ну Скажем Больше Давать Лекции Чтобы Было Больше Информации Больше Давать Управление Где Человек Самостоятельно Конфигурирует Вот эту Область Как бы Неявную Сейчас Для него Много Параметричных Как бы Именно В созидательном Аспекте Этого Понятия Потому что Неявный Аспект Как я Свал Он Имеет Как бы Вот Именно Уровень И созидательный Там Где есть Все Будущие Процессы И Как я Показал От Неявного Аспекта Который Не созидательный Очень просто Защититься Вообще Нет проблем В принципе А более Того Мы Выполняем Все время Свою Зачу Постоянно Проводим Работу По Тому Что Эта область Информации Да Неявные Процессы Она Становится Полностью Управляема Вот По этой Технологии Например По этой Можно Использовать Конечно И другие Технологии Но Данная Технология Она Как раз Целевая Прикладная Вот С той С точки зрения Управления Постарайтесь Сделать Так Все Будущие Процессы Ну В многопараметрическом Будущем Да Выявить Как область Созидательно Неявных Систем И Выявить В конфигурации Связи Явно Неявное Сразу Явный Уровень Нужный Для вас То есть Очень быстро Процесс Очень простой Вам Нужна Хорошая Лучшая Будущая Вечная Жизнь Здоровье Счастье Да Причем Всех Берете Эту Линию Расы Потому что Она На уровне Явных Процесс Очень Четко Светится И Там Где Неопределенная Привозит Чуть-чуть Поближе К себе Даже Чуть-чуть И у вас Начинает Все Реализовываться Это Одна Из Прикладных Технологий Данная Метода Управления На этом Я заканчиваю Сегодняшний Семинар Спасибо Большое За Внимание